Президент Майя Санду отказалась подписывать положение об учреждении единой юбилейной медали в 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Об этом в соцсетях сообщил председатель Национального комитета победы Алексей Петрович. Отметим, медаль была утверждена для вручения в рамках Содружества независимых государств. И молдавские власти, которые взяли курс на выход из СНГ, как считает Петрович, ради политических амбиций отказывают ветеранам в заслуженных наградах. Лицемерка Илгуния для фотосессии, посещавшая ветеранов, она в очередной раз продемонстрировала, кто ей ближе – нацистский диктатор Ион Антонеску или советский солдат-освободитель. Майя Санду вспоминает о ветеранах не чаще, чем раз в год перед Днем Победы. В канун 9 мая мы должны вспомнить цену, которую заплатили наши деды и прадеды за то, чтобы мы сегодня жили в мире. Об этом Санду заявила после того, как в мае 22-го посетила ветерана из села Слобозия-Душка. А в прошлом году ради праздничной картинки она отправилась к ветерану Иону Мириакри из Лавенского района, где тоже поблагодарила за мир на европейском континенте. При этом в перерывах между праздниками в Молдове создается совсем другой идеологический фон. Параллельной вселенной и ее идеологи пишут история о том, как молдаване, простите, прутоднестровские румыны с другими народами цивилизованной Европы освобождали мир от угрозы большевизма. А между тем, молдаване насмерть бились против коричневой чумы от Бреста до Москвы и от Сталинграда до Берлина. А младший сержант Тимофей Попеску добивал фашистских зверей непосредственно в самом Рейхстаге. Но его подвиг, как и подвиг всего молдавского народа, Санду и компания посчитали недостойным для отражения в истории нашей страны. У этой банды другие герои, на которых они равняются на своем пути по уничтожению нашего государства. Как ранее неоднократно заявлял Алексей Петрович, в Молдове за последние годы было установлено множество памятников солдатам, воевавшим на стороне Германии в 41-44 годах. Их называют героями, представители Министерства обороны оказывают им воинские почести. В то время как монументы, павшим на территории страны советским воинам, остаются вне внимания государства и нередко подвергаются осквернению. А при захоронении воинов, останки которых до сих пор обнаруживают поисковики, Министерство обороны отказывает в оказании почестей. На данный момент в Молдове проживают 24 ветерана Великой Отечественной войны. Хотя еще к 9 мая этого года их было 37 человек.